Всем привет! В данном видеоуроке мы научимся как добавлять к вашим видеофайлам прозрачные рамки. Обычно эти рамки используются в графических редакторах Photoshop либо GIMP и применяются к портретам и к другим фотографиям. Но можно использовать также и в видеоредакторе такие фоторамки. Для начала найдем их в интернете эти рамки. Открываем ваш браузер и в поисковой строке вашего поисковой системы, я использую Google, вписываем запрос рамки PNG. Что такое PNG? PNG это формат изображения, который поддерживает прозрачность слоя. То есть если бы вы использовали фотографию или картинку в формате JPEG, то в ней нет поддержки прозрачности и она бы просто целиком закрыла, перекрыла ваш видеофайл. А поскольку в формате PNG есть поддержка прозрачности слоя, то видно будет только само изображение. Будь то рамка, либо какой-то другой объект. Все остальное вокруг данного объекта будет прозрачное. И поэтому можно поместить на нижней дорожке нужный видеофайл и он будет виден вместе с этой рамкой, либо с картинкой. Так, перейдем вот по второй ссылке. Это отличный сайт lenagold.ru В коллекции которого насчитывается просто огромное количество клип-арт изображений. Все они отличного большого качества. Расположены по категориям. Здесь есть и рамки, и то, что мы ищем. Всевозможные детские рисунки, всевозможные логотипы и так далее. То есть для всех нужд, для художников, оформителей этот сайт будет как находка. Вот, к примеру, находим мы нужную картинку. Вот, например, понравилось вот это. Нажимаем картинка в ПНГ. Открывается данная картинка. Правой кнопкой сохраним изображение как. И сохраняем папку, либо на рабочий стул. Предварительно перед уроком я уже сохранил несколько картинок. И вот покажу вам эти рамки. Такой момент, как я уже говорил, картинки в формате ПНГ, они поддерживают прозрачность слоя, поэтому вокруг вот этих цветов мы видим не привычный белый цвет, а вот такой квадратики серо-белые. Это говорит о том, что это именно вот эта вся область, это прозрачная. Вот такие рамки. Так, теперь еще один нюанс. Если вы скачали рамку, вам она очень нравится и подходит для вашей работы, но расположена вот так вот вертикально, то практически в любом просмотрщике графических файлов есть инструмент по переворачиванию картинки. Просто переворачиваем по часовой, либо против часовой стрелки. И при закрытии сохраняем. Программа нас предупредила, что либо сохранить, либо не сохранить данный поворот. Мы соглашаемся. И вот теперь наша рамка расположена горизонтально. Загрузим эти рамки в наш OpenShot. И добавим в видеофайл. Поскольку по умолчанию у нас всего две дорожки используются в OpenShot, добавим недостающие три. Кликаем правой кнопкой мыши добавить дорожку выше, либо на значок с плюсиком. И перемещаем на самую нижнюю дорожку наш видеофайл. И теперь на свою конкретную дорожку перемещаем каждую из рамок. Теперь, чтобы нам сделать продолжительность каждой рамки в соотношении с длиной клипа, нажимаем на инструмент изменения размера и растягиваем его до нужной продолжительности. Но есть такой один момент. В OpenShot продолжительность графических объектов, либо титров, имеет продолжительность около пяти минут. Поэтому если ваш клип имеет продолжительность две, три, четыре минуты, то в принципе вы сможете растянуть до нужного размера данный данный оттитр, либо данный графический объект, в данном случае рамка. Но если видеофайл имеет более пяти минут, к примеру, припустим, что данный файл минут десять. Вот мы растягиваем нужную картинку и дальше уже не тянется, потому что есть ограничения. Поэтому из этого положения можно легко и просто выйти. Перетягиваем тот же файл на эту же дорожку и если у вас включен вот этот вот инструмент привязка, то вот оно примагничивается и вы также продолжаете до пяти минут растягивать эту картинку. Ну и добавляете картинки до тех пор, пока у вас не наберется нужное количество в минутах. И вот когда вот это будет склейка, то во время воспроизведения вы не увидите никаких скачков либо вот этих вот склеек каких-то. Файл как шел, как была одна картинка, так она и будет без всяких дерганий и так далее. Так, продолжим. Теперь нам нужно просмотреть как будет работать программа и как добавится рамка поверх видеоизображения. Если мы сейчас включим воспроизведение, то мы увидим сразу все четыре рамки, которые будут включить. То есть нам такой микс не нужен, поэтому с левой стороны вокруг возле каждой дорожки имеются две иконки такие звук и видео. То есть в обычном положении они включены. Если мы нажмем к примеру на иконку глаза, то это обозначает то, что мы отключили видеопоказ этих дорожек. И вот теперь мы оставили только первую дорожку и последнюю с видеоклипом. И просмотрим что у нас получилось. и проделаем с каждой то же самое. вот таким образом можно выбрать самую красивую рамку, которая вам нравится и оставить в проекте. Так, теперь момент еще такой. Если вы хотите, чтобы ваша рамка была прозрачной, чтобы позади нее изображение тоже было слегка видно, то заходим на дорожку с нужной рамкой, кликаем правой кнопкой мыши свойства и переходим на вкладку расположение. Самый нижний ползунок прозрачность вот им и будете подгонять прозрачность данной картинки под ваши нужды. То есть как вам нравится, так и оставляйте. И теперь смотрим что у нас получилось. вот вроде бы картинка и видна, но в то же время она полупрозрачна и клип позади вот этих листочков виден. также кто смотрел урок с созданием слайд-шоу в OpenShot то вы можете с легкостью применить его в данном уроке то есть уменьшаем наши рамки продолжительность их и вы можете их расположить таким образом чтобы рамка переходила в рамку одна в другую с каким-то переходом добавляете переход включаем восприятие отображение данных дорожек и смотрим что у нас получилось на этом урок окончен спасибо за внимание до следующих уроков